Фактически, ну, произошла оттуда. То есть мы понимаем, что кроме того, что это происходит с оптимизацией обучения, здесь всё всегда всегда есть за возможных проблогов для путешествий. Это довольно-таки примеры, которые показывают, что он может снастаться в переводе с выговора. То есть мы понимаем, что приличное умение в переводе с документами. Второе – выполнить требования закона про административные услуги, которые вы имеете в виду, а зарядителя, который находится в другом уровне. То есть вы понимаете, если вы требует какой-то документ, а он находится там или это земельный кармас, или это минус, или что-то ещё, вы должны заложить сразу, что это должно быть электронное взаимодействие, получение информации путём электронного взаимодействия. После того, как проведён реинжиниринг и, по сути, спроектирована уже новая услуга, минимальная, опрошённая, начинается вопрос, по сути, автоматизация этой услуги. Мы понимаем, что всё равно какой-то минимальный пакет документов остается. Это может быть заявление, это может быть некие формы. В случае, там, встретиться, это, например, департация. И практически вот качественная автоматизация этой формы зависит, насколько эта услуга будет удобна для каждого нет. То есть сегодня вы понимаете, что большинство документов он заполняет эти документы. Делается очень много ошибок. Там, где надо вводить какие-то цифры с классификатора, он начинает попасть в классификатор, заполнять какие-то цифры. То есть, в принципе, очень много рисков для того, чтобы возникали ошибки. Автоматизированная форма, которая будет заполнять уже через web-интерфейс, она, по сути, должна максимально организировать эти риски и сделать подачу документов на получение услуги максимально удобной и простой. Путём автоматической проверки, там, обязательных полей, путём подключения каких-то классификаторов, когда он не руками что-то просит, когда он выбирает из списка, там, либо код какой-то, либо адрес. То есть, всё, что можно, чтобы он выбирал из каких-то списков, это должно детализовано. То есть, мы найдём, что вторым этапом является, по сути, создание электронных форм бумажных документов, автоматизированных, которые максимально минимизируют риск допущения ошибок и, соответственно, риск дальнейшего отказа, а также делают заполнение лёгким и удобным. То есть, это задача, которая решит на вас, кроме тех людей, которые оказывают эту услугу, никто это более качественно сделать не сможет. Дальше мы понимаем, что эти документы, то есть, эта форма должна быть где-то выставлена. На сегодня, согласно вот этой концепции «Манского форшопа», мы понимаем, что эти формы должны быть доступны на едином портале и на таким услугу не эконом. Вариантов есть несколько. То есть, когда эта форма программируется у вас в офисе и портал, по сути, утягивает её к себе, или когда это будет сделано уже средствами портала. То есть, это вопрос уже индивидуального общения, проектирования в зависимости от услуги, в зависимости от готовности вашего корпуса. В следующий момент мы понимаем, что эта услуга, эти документы должны быть доставлены в вашу корпус. Тут также есть два варианта. Первый вариант – это когда у вас есть некая информационная система, которая сопровождает оказание административных услуг. Это может быть реестр. То есть, если я уже привожу примеры ГАСКО, например, там есть реестр этих деклараций сертификатов. То есть, мы понимаем, когда онлайн, кроме деклараций, заполняется, она потом должна быть с портала и услуг в едином формате утверждённом, который сегодня описан в совместном наказе именно региона экономики, и она должна быть передана в Black Office, то есть приезд в ГАСКО. Это задача, ну, по сути, определённого программирования и требования вот к этому взаимодействию формата утверждения, к тому, как, если на техническом языком веб-сервис, в едином портале веб-сервис ваша система должна взаимодействовать, то это уже технически всё описано. Поэтому это следующий этап. Если у вас такой информационной системы нету... Коллеги, у нас присоединилась ещё Олег Сашмирь, но вопросом тогда сюда. Мы просто начали секцию по электронным услугам. Может, они по плану. С чем мы столкнулись, когда начали решать вопросы по электронной лицензии? Мы понимаем, что у деклараций на пласте готовность является крайней иской. И вот таких информационных систем, которые обеспечивают внутреннюю автоматизацию или поддержку принятия решений на показание административной услуги, их иногда нет. Но задача по переводу этой услуги уже, по сути, поставлена в той же постановой по электронному лицензированию. Мы рассматриваем второй вариант, который нельзя называть ещё полной автоматизацией. Мы понимаем, что другого выхода пока у нас нет. Это, по сути, недостатка этих электронных документов с использованием системы электронного зоэнергейства и органов бесплатной власти. То есть это то, что вчера обсуждалось. Система надежности на обмен документами. Да, это, к сожалению, неуполная автоматизация, неправильная. Но если у вас нет в покупке никакой информационной системы, такой подход будет позволять вам эти документы хотя бы принять в работу, то есть принять юридически значимые электронные документы, после чего, ну, скорее всего, рассмотрение пока будет происходить, наверное, в бумажном виде. После чего опять будет сформирован определенный электронный результат. Но надо понимать, что в большинстве случаев электронный результат услуги – это не электронный документ, а это запись в тот или иной реестр. Поэтому фактически результатом оказания электронной услуги является не там появление новой лицензии, а запись в какой-то реестр о том, что такая-то организация имеет какие-то там лицензионные условия. И насколько вы знаете, я думаю, вы знаете, что с 1 января 2017 года предусмотрено, что вся информация о лицензировании будет сохраниться в Едином государственном реестре Минюста. То есть напротив записи о конкретном физической и юридической условии будет написано все его лицензии, которые у нас сегодня нет. То есть такая централизация, которая, на мой взгляд, будет эффективно и удобно. То есть это подход для тех организаций, у которых нет внутри абсолютно никакого бокофиса. То есть мы пытаемся гибко найти схему для того, чтобы хотя бы сделать первый шаг для того, чтобы граждане могли подавать документы онлайн и в том числе получать результат онлайн. Кроме того, безусловно, портал реализует еще ряд других функций, связанных и с электронной оплатой, если услуга платная, с информированием в ходе рассмотрения дела. Это в целом как выглядит весь процесс. Он, конечно, может постановиться очень сильно, потому что, как я сказал, первый этап, связанный с необходимостью изменения действующих на тему правил документов, он, конечно, может затянуться в зависимости от того, как у вас подписана услуга. Если говорить о сроках, то есть по той постанове, которая есть по юридизированному, там сроки практически, по-моему, уже на данный момент остался, да, если не ошибаюсь? То есть сроки крайне сжатые, и мы сегодня сами думаем, как правильно выйти из этой ситуации. То есть вот мы, с ним эконом-развитие, скорее всего, организуем, ну, сегодня уже вам рождены опросники соответствующие, которые, на основании которых мы попытаемся сгруппировать вас по определенным категориям, то есть наиболее готовые, не последняя готовность, может быть те, которые вообще не готовы, на основании этого вам составить некий общий план и встреч наших совместных, и в том числе, как мы будем вам методически и технически помогать по переводу этих услуг в электронную форму. То есть эти сроки уже сдвигать никто от вас не будет, и нам надо понимать, что нам надо выйти хоть на какой-то этап, на какую-то стадию развития услуги. Вы помните, вчера Леса докладывала о том, что у каждой услуги есть стадия развития, есть там стадия, когда документы, которые подаются на результат бумажки, есть стадия, когда там уже оплата онлайн, и в итоге результат онлайн. То есть вот в зависимости от той информации, которая будет заполнена в вопросниках, мы сможем также понять и также вас как-то сгруппировать по услугам, там нам может быть достигнут максимальная стадия развития услуги, и там, где по определенным требованиям оказания этой услуги, мы вряд ли сможем когда-то дойти до этого четвертой стадии, потому что там может быть какие-то экспертизы, там выезд на место или какой-то документ, который отдаст добываться в бумажном виде, там план настройка отчетности и другое. То есть вот так в целом пока мы видим этот процесс, и безусловно мы открыты и полностью готовы вам помогать. Вопросов очень много, потому что после тех совещаний, которые недавно были проведены, по сути мы каждый день там оказываем консультацию, но вы должны этот процесс полностью для себя понимать, и мы вместо вас не сможем провести ни рейндж или ни автоматизацию услуги, мы можем только вам на каждой этапе детально подсказывать, но все зависит по сути от вашей активности, от вашей готовности действительно включиться в эту работу и полностью отдаться этому делу. Я сделал такое вступление, может быть не краткое, длинное, но мне бы очень хотелось, чтобы вы задавали вопросы, которые вам непонятны, может быть конкретные примеры разобрать, может быть какие-то ситуации, которые вы видите, что не совсем нами учтены, или неправильно подусмотрены. То есть каждый из вас либо оказывает услугу, либо комбинирует оказание какой-то услуги. Поэтому я бы хотел услышать от вас конкретные вопросы, чтобы мы не пытались на них ответить. Толеги, есть ли у кого-то вопросы? Где взять запросы? Что-что? Где взять опросы? А вы оказываете одну услугу, да? Да. Смотрите, опросник, который был взрослым, он был взрослым только по лицензии. Опросник мы можем выдать прямо, если будет не точная пауза, можем прямо сейчас задать. Так. Я дополню. Опросник не только по лицензии, а опросник был ранен и разносил всем органам, что вы видите на власти. То есть вы наверняка, может не вы, ваше структурное пределение, которое отвечает за услуги, получали и отвечали на. Там, к сожалению, не все ответили. Есть ли органы, которые не ответили, мы их обзванивали, просили и так далее. Но можете не искать эти документы, потому что буквально вот сегодня-завтра будет новый опросник разозван. Для того, чтобы на сайте обновить полностью информацию, информационную часть нашего сайта по каждой услуге. В связи с выходом закона про лицензирование, там есть небольшие изменения, поэтому в ближайшее время буквально будет разозван еще раз этот опросник. Регионал опросник действительно очень важен, то есть там собирается информация, сколько документов необходимо для оказания услуги, какая у вас информационная система в веб-офисе, какая там технологическая платформа, как происходит регистрация документов внутри, сканируются ли документы, как хранится справа электронная бумажная, то есть как выдаются результаты, сканируются ли результаты. То есть это практически те вопросы, которые нам смогут, то что сказалось, докторовать вас по разным уровням готовности. Еще вопросы? Коллеги, ну поскольку вопросов нет, хотела бы сказать, что действительно опросник, который мы отправляли весной, был заполнен процентом и 80 органов, 7 органов вообще не надо на информацию. Но ситуация вот у нас по услугам следующая, по той информации, которую мы получили от 37 органов экономической власти. Всего лишь 3% услуг, это 26 услуг. У нас переведенный электронный формат. Вчера я говорю о том, что мы услугами Министерства экономического развития, услуги Державной архитектурно-будивельной инспекции, Министерства экологии, также Державного подастра, МВС одна особова, Министерство юстиции 3 и все. Частково переведенный электронный формат 95 услуг, это 11%. И плануется, эта информация, которую вы надали, 400, близко 400 услуг у наступного роста. Тобто цифра колосальна, а мы тоже были удивлены, когда ее отримали. И хотелось бы справа дизнаться, каким чином вы это собираетесь делать. Потому что одна справа сделать просто электронную подачу, а другая справа планирует по справке электронного послуга. Вы должны памятать, что электронная послуга – это ваш бэк-офис, который тоже должен быть автоматизированный. И если у вас нет электронного документа, то если у вас нет модуля электронных послуг, то это вам будет сделать тяжело. Прошу вас, сейчас будет прийматься новое бюджет. Я надеюсь, что вы все туда внесли необходимые финансовые деньги, которые вам для этого нужны. Если будут эти деньги укресливаться, я прошу вас просить ваше керевництво напоминания на то, чтобы они отстроили эти деньги, потому что админпослуги и наши заявления, которые мы собираемся переводить наиболее популярных послуг, они и планы деятельности уряда, и в пакет администрирования, информстратеджи, реформа публичного администрирования по обозначению распоряжения Кабмина нещодавно. То есть все там есть. Европейцы и Американцы на нас спостерегают, они от нас ждут какого-то результата. И я вас прошу, это, власне, ваша и наша всех функций держслужбовцев пушить свое керевництво, для того, чтобы они не выкресливали и не давали выкресливать эти суммы из бюджета. Будь ласка, это очень важно. Мы можем прийти на 1-й весне, и вы все скажете, «Вибачите, но у вас нет денег». Но это будет важно, что у вас нет денег. И, коллеги, то есть вчера, вы помните, я перед обедом также давал информацию о том, что у нас есть несколько проектов, значит, стартуют несколько проектов международно-технической помощи. Помните, представлял коллег международных, которые тоже присутствуют и сегодня. То есть у нас есть также возможность эти проекты реализовывать совместно, в том числе оказывать определенную финансовую помощь на разработку. Но это зависит от вашей активности. То есть те, которые проявят инициативу первого, которые действительно выберут хорошие, кажется, приоритетные услуги, покажут готовность их перевести в электронную форму в кратчайшие сроки. Такие проекты мы можем отобрать на финансовую поддержку международных коллег, и действительно помочь вам сделать в том числе, может быть, и не в рамках бюджета, а в рамках грантового денег. Поэтому будьте тоже активны, финансовая помощь от этого зависит. Да. И одно подспособное, что вы показали. Вчера... Так слышно. Вчера говорили не только об один послуках, что на этот квартал, который там планируется сделать национальным, ну, такие планы, и собираются потянуть и другие услуги. Может быть, в этом запытаемке, опросеемке, есть смысл включить и другие услуги, которые оказывают не административные, но те же госорганы. Или это будет что-то другое? Ну, вот последний опрос, который мы давали в ходе лицензия, и наряд еще других органов, мы, в принципе, позиционируем тему как публичные услуги. То есть здесь, ну, в Украине, есть определенная неурегулированность терминологии в этой сфере, но мы говорим, что в целом все услуги, которые оказывают органы власти или под ведомственными организациями, в том числе и государственные предприятия, они относятся к сфере публичных услуг. Ну, то есть под административные услуги, например, там не хватает часть социальных услуг, например, там запись на прием в садик, это не административные услуги, но все это вместе составляет сферу публичных услуг. И мы как раз нацелены на то, чтобы оценить и переводить в электронную форму публичные услуги. Административные как часть, которая является наиболее критической и приоритетной. Ну, просто активно, скажем так, дело предполагает, естественно, социальные услуги, там очень широкий спектр. Конечно же, требуется сильно подумать над тем, как переводить их в электронную форму, потому что на сегодняшний день большинство этих услуг на самом деле надается к державу, и идет обсуждение. Если она станет электронной, ну, это уже, конечно, сфера законодательная инновативно-правовая, то насколько правомощны архивы брать за это плавно. То есть, хочешь бесплатно, иди ногами, иди в читальный зал, получай бумажные формы, или там другие. Нет, хочешь получить удаленно, пожалуйста, есть такая вот фута в электронной форме, но за это тебе придется платить. Вопрос не чуточный, потому что руководители высшего звена ставят под архивами очень простую задачу. Вы должны, этот вопрос градусов, перейти на самоокупаемость. Ну, понятно, да, какие у нас, какое у нас коронойство. Самоокупаемость, с одной стороны, значит, это должны быть деньги, и законодательная фаза, которая гарантирует наших гражданам оказание бесплатных социальных услуг. Ну, так-то так. Коллеги, стосовно архивной справы, тут питание потребует, я думаю, створения специальной группы и разобраться вашего питания более досконально, потому что так, я не буду навыть стараться вам дать відповідь, потому что відповідь тут неоднозначно може бути, и может быть много вариантов цей відповіди. Тому я уважаю, что вам нужно объявить с построения группы, залучить туда Министерство экономики, Министерство финансов, фискальство, то есть и Державное государственное оборудование, залучить все органы, Минюст обовязково, и это питание подняти, продавать свои пропозиции, их на даты, все циклассы, все циклассы, надают их для того, чтобы решить по каждой послужине что с ней делать. И там основные социальные послужины. Я стою на позиции, что социальные послужины они, мабуть, такие послужины, как запис у садочек или на прием до мера, они будут это делать на своих местных порталах, потому что это очень не старые послужины. Но послужина национального уровня, как субсидии, а допомога прикороченной дитиной подать заявку маме, я думаю, что это все мы будем еще один. Еще хотел добавить по поводу вашего вопроса, но у вас есть рядом коллеги, например, ДПНХ. То есть тоже вы знаете, что, как и ряд других государственных предприятий, они имеют определенные проблемы с финансированием. Действительно, это организация, которая требует большого объема финансирования для того, чтобы поддерживать те базовые по сути государствообразующие реестры, которые у них на сегодня находятся администрированные. И вот последний самый прецедент, который, наверное, все знаете, три недели назад было принято восстановление Кабинета Министров о доступе к публичной информации к этому реестру. И там была установлена плата за доступ через API для субъектов господалевания. То есть для тех, кто для публичного апа была установлена плата в зависимости от количества транзакций. И, по сути, это вот такой один из первых прецедентов, реестров, когда государственное предприятие начнёт, по сути, зарабатывать с граждан и бизнеса за доступ данных к реестрам, и за счёт этого эти деньги направляют на, по сути, развитие и поддержку этого реестра. То есть если посмотреть на релопы, то схемы, концепции разные. То есть они постоянно борются между собой. Те государства, которые имеют достаточно финансирования, чтобы поддерживать реестры, конечно, они там не берут платы с граждан, потому что, например, эта постанова была тоже неоднозначно воспринята. Вы понимаете, как граждан позиционируют, а за что мы тогда платим налоги? То есть мы платим налоги и плюс потом уже платим за получение информации с этого реестра. Что касается услуг, вот конкретно административные тут тоже есть ряд подходов. Некоторые страны наоборот уменьшали плату или вообще обнуляли плату за электронные услуги для того, чтобы стимулировать переход граждан на электронные услуги, потому что в целом это даст экономию для государства комплексно. То есть это в конкретном кейсе экономия тяжело показать, а для государства это будет экономия. Некоторые наоборот. Бумажные делали бесплатно, электронные за счет того, что они быстро и в один клик делали платно. То есть концепции есть разные, это зависит от, по сути, той текущей ситуации, в которой находится государство и возможности государства содержать или не содержать те или иные реесты. Вы хотите что-то сказать, да? Да. Наис работает по схеме очень простой. Либо им платят деньги заказываемые им услуги, либо у них есть нормативно-правная база, которая позволяет им закладывать деньги в бюджете для решения определенных вопросов, то есть тех, поддержки тех же реестров. если взять, представить национальный российский фонд, который там, конечно, задача там кому-то кажется простой, взяли его, оцифровали и дали доступ к нему там очень быстро, то, поверьте мне, это все не так, но, если представить себе, что хотя бы часть этого фонда будет оцифрована, то это колоссальные деньги по его сохранности. То есть, опять-таки, за это в мире деньги не берут. Эту информацию по закону и по нашему и в мире предоставляют бесплатно. Поэтому вопрос какой-то, какая-то должна быть нормативка и какие-то должны быть деньги, если мы об этом постоянно говорим, это нужно планировать. Иначе оно будет так и продолжаться. Никак. То есть, на плечах архивов которые зарабатывают какие-то небольшие деньги и со своих счетов решают эти вопросы. Ну, понятно, даже такое хранилище 24 часа и 7 дней в неделю, что такое защита и поток людей, которые требуют. То есть, мне в день приходит колоссальное количество звонков, которые люди просто говорят, так у вас же уже все решено, все законно, мы хотим получить информацию. И не только по архивным вопросам и по ЗАГСам и так далее. на самом деле вопрос остается открытым. К тому, что я только что сказал, что здесь будет услуга социально значимая, что что брать деньги большой вопрос. Но денег это содержание нужно просто колоссальное количество. На грантах мы не уедем. То есть, я слышал на форуме много раз про гранты. Значит, вопрос. Гранты не будут обеспечивать поддержку. Они могут дать на какие-то первые шаги по развитию, но в любом случае не устойчивость этого решения. Да. То есть, а планирование замены носителей только одного вопроса. Это просто колоссальная сумма. И государство должно, когда мы заявляем о том, что мы будем это делать, четко себе понимать. затраты и возможности. То есть, эффект какой? Он на сегодняшний день на самом деле не просчитан. Все просто на уровне слов. То есть, мы оцифруем и мы не понимаем те, кто говорят об этом зачем. Ну, вы, я так понимаю, представитель архива, даже архива. Так вот, это ваша задача. Понимаете, нужно перестать говорить о них. Кто такие они? Вы как и это есть государство. Я рассказываю. Кто это? То есть, я не ответила. Вы должны писать в бюджет, рассчитывая, должны делать все расчеты, исследования. Находить деньги на исследование имеет ли смысл оцифровывать и провести это исследование? А сколько? А чего оцифровывать? Вот как раз на это вы можете получить как это деньги от донора. На исследование. И тогда вы будете иметь понимание, а нужно ли это оцифровывать? Или вот это нужно оцифровывать? Или все нужно? Или ничего не нужно? Если что-то нужно, тогда вам нужно это просчитать. Вам нужно заложить деньги в бюджет. Ваши 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 имеют колоссальный бюджет, колоссальный научный потенциал. И намного раньше у нас, начало заниматься электронным документооборотом, совершенно осознанно, на государственном уровне, заложило программу на пять лет, исследование, в которой постепенный переход к электронному документообороту завершается в 20-м году. Не наводят на мысль, почему они поступили так? Они что, глупее нас? Почему мы, поэтому, когда я говорю «они», я говорю про высокопосудовцев, которые заявляют, что электронный документооборот предназначен для экономии бумаги, например. Что электронный документооборот будет с 1 сентября 2015 года, и так далее, и тому подобное. Я вам хочу просто ответить на вопрос. То есть, у нас все посчитано, но, наверное, нужно подойти к этому вопросу более взвешенно. Спасибо за вопрос. Я думала, что мы его что ушли в сторону. Но вы, а я тут уже слушно зауваженный касательно решений некоторых посудовцев про переход с 15-го августа. Это действительно, возможно, какой-то есть толчок для того, чтобы все начинали быстро что-то делать. Потому что, если мы как сами хотим, 20 или 100 лет как Америка переходить в демократии, или мы хотим это сделать быстро, какие-то иметь более быстрые изменения. Если мы хотим идти медленным путем, то, конечно, можно 20 лет разрабатывать программы, потом 20 лет искать деньги и так дальше. Если мы хотим в нашей стране быстрых изменений, мы сами должны стараться максимально делать все быстро. и вот эти пушеры сверху, по сути, это и есть то, что нас толкает думать, закладывать в бюджет, отстаивать и так далее, чтобы мы могли быстрее эти документы оборот. Естественно, документы оборот являются базой для многих других систем, и административных услуг в том числе. это, с одной стороны, имеет негативное влияние на нас, что мы не готовы к этому, и мы не рады, и, конечно, изменений никуда никто не рад, но, с другой стороны, это и есть пушеры, которые нас двигают к прогрессу. Коллеги, да, действительно, немножко ушли от темы, нас втягивает немножко сложную дискуссию, но вы же прекрасно знаете, что все эти вопросы мы знаем. Сейчас в такой аудитории, но обсуждать этот вопрос довольно сложно, и если мы говорим о правильном планировании внедрения государственного электронного документа народа, то вы, безусловно, провели. Все знают, что вопрос решения электронного архива это первый этап, а все остальное второй этап. Но вы также знаете, что на многих странах Европейского Союза этот вопрос тоже не решен, которые тоже сделали подобные шаги Украины для того, чтобы сделать какие-то первые этапы электронного документа народа. Мы же не говорим о полнофункциональном документах это то, что мы 19-го числа вы знаете, что попала небольшая часть документов, даже не попали, документы долго трогали и все остальное. Да, этот вопрос, если рассматривать, с точки зрения классического проект-неджера это может быть не совсем правильно сделан, у нас в стране у нас нет ни одного проекта, который сделан правильно, потому что он длился 10-15 лет, у нас нет сегодня институциональной готовности делать такие проекты. То есть мы абсолютно правильное замечание, вы же знаете, что мы этот вопрос тоже понимаем, что электронный архив это задача, которая должна быть решена, что эта задача одна самая сложная с точки зрения вообще электронного руководования и для любого государства, только для Украины. Я приношу извинения, что я вас так потянул в сторону, но если мне дадут сегодня выступить, как я заявлю, то я тогда продолжу эту тему. Конечно, дадут, и я думаю, что большинство власти не совсем понимают, о чем вы говорите, я уверен, что вы сможете правильно сегодня рассказать эту тему, но вы же тоже понимаете, что то, о чем вы рассказываете, это действительно на 5 лет план не меньше. То есть правильно говорить это 5 лет не меньше. В сегодняшних условиях, когда мы скажем, что через 5 лет мы там сделаем возможность передачи документов об архиве хранения в 2021 году и пытаемся предмениваться первыми или вторыми документами, ну, практически это сложно мыслишь, наверное. Технически правильнее. А наша задача как-то найти между этим балансом, кажется. Коллеги, еще вопросы есть? Можно, пользуясь случаем, да. Я хотел просто масштаб проблемы понять или уточнить для себя, учитывая, что здесь Корея здесь собрались. Информация проинтересовая электрономия. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого в область органов есть реестры кадастрового электрономии. Ну, немного. А теперь возьмите руки, у кого эта информация резервируется? Один, два, три, четыре, пять. А вот все, все хорошо. Резервируется передними лицами. Я к вопросу о финансировании из бюджета всех этих процессов, да. Ну, это вопрос это вопрос связан с тем, что необходимо правильная государственная политика в России. То есть, когда мы задаем, у кого это делается, то мы, наверное, тоже не совсем правильно говорим. То есть, коллеги говорят нам ответ, а где эта инструктура, с помощью которой мы это можем делать? Где нам хостить сегодня бесплатную систему? Где нам их резервное копирование делать? То есть, это вопрос, ну, мы им задали вопрос, а они нам могут задать встречный вопрос. Это, ну, уже нам, наверное, подходим к следующей теме немножко. В следующем моменте дискуссии, но, в принципе, вопрос очень правильный. То есть, мы вчера это очень много обсуждали. То есть, если сейчас на счетах, сколько денег было потрашено на вот эти мини-цоды при каждом органе власти, которые здесь были типа, там, какие-то серверы, какие-то подвалы, которые в каком-то году были сделаны, там, шикарно, через три года превратились непонятно в что, а есть соды, которые подкили его до сих пор незакученные, с обалденными технологическими системами, то вопрос централизации эффективно использованных этих ресурсов, это, наверное, наш, и мы, скорее всего, должны дать посыл, как правило, они теперь начинают использовать эти ресурсы, и где им хранить резервные данные. Вот, это вопрос связан с недавно принятым законом в первом чтении про облака, вы знаете, тоже интересно ваше отношение к этому. потому что мы этот вопрос сюда не поднимали, но сегодня хотим его поднять, потому что я учался многими коллегами, большинство его воспринимает негативно, я не боюсь этого вечно говорить, потому что инспиранты, все там политические заявления, но я много анализировал таких норм, которые есть в этом законе, нет ни в одной стране мира, ни в одной, хотя авторы говорят, что это законопроект, опыт Эстонии, опыт США, нет ни в Эстонии, ни в США, их нормы близко. Коллеги, по электронным услугам есть вопросы? Вы поняли, что есть хорошая команда, которая открыта, но результат зависит от вашей активности, МВД. Вопрос заключается в следующем, какое юридическое обоснование создания кабинета, его использование для граждан при оказании услуг? Юридическое обоснование? Ну, юридическое, на что опираться при создании этого кабинета, при создании обслуживания этого кабинета, чем мотивировать, как это все юридически и оформить нормально, законодательно? Сегодня это, что касается единого продала на доступном экономике, это все уже оформлено. Вопрос в том, что мы не говорим, что это должно создаваться каждым органом кабинета, мы говорим о том, что кабинет должен быть единый, и человек, пройдя единственной идентификацией в аутентификацию, он должен дальше иметь доступ ко всем услугам, которые на сегодня существуют. В таком случае, как наши въезд могут использовать вот ваши идеи. А это вопрос интеграции, который я сказал. То есть, эти вопросы описаны в требованиях к интеграции, и вопрос в том, что после того, как гражданин прошел надежную идентификацию, соответствующую требованию действующего законодательства, после этого он имеет право получить доступ к соответствующим вашим ресурсам или каким-то веб-сервисам. и безусловно, вопрос интеграции предполагает возможность получения вами информации о том, какую идентификацию прошел, в том числе, на поданные документы электронной цифровой подписи, и другую. То есть, эти вопросы все описаны и регулированы. Но если вы в системе принимаете электронные документы, и на эти документы накладываются электронные цифровые подпись средствами портала, вы же получаете документ в соответствующем формате, на котором вы видите, можете проверить электронную подпись, или что вас смешает? Крудерная система будет подтягиваться к вашему порталу? Этот вопрос пока еще не решен. подачи самая сложная задача самая сложная. Давайте пока ограничимся публичными услугами, а вы имеете в виду вопрос о подаче электронных? Я постараюсь с интересным проблемам. Я так понимаю, вопрос по кабинету звучит убедительно так, что в кабинете должны находиться теоретически значимые документы, которым мы должны доверять. И им же должны доверять те органы, которые эти документы каким-то образом должны поступить. Естественно, мы хотим упростить движение этих документов, этой информации и так далее. То есть, мы сходим во взаимодействии с разными государственными информационными ресурсами к минимуму заполнения данных. Об этом, как говорится, нам эстонцы рассказывали еще пять лет назад. А дальше вопрос. Это должно закончиться чем? Наверное, это какой-то документ. Этот документ где-то рассматривается. Документы в кабинете не должны накапливаться. Не должны. Поэтому вопрос. Что находится в кабинете? Как человек должен доверять, а если этому человеку, получившему эту услугу, нужно дальше двигаться, как будут ему доверять другие. А вот это неправильный подход. Это в этой ситуации, когда человек получает документы для того, чтобы подать документы другому власти. А из этого наши. Нужно находить данные, а не люди. То есть, не может такого быть, если этот электронный документ подать дальше. Нет. Если эту справку надо получить в каком-то реестре, эта услуга должна быть ликвидирована, а гражданин подает заявление на получение следующей услуги по жизненному цифру, а судеб предоставления этой услуги в этом реестре, где раньше гражданин получал справку. Просто эту информацию проверяем. Нет накопления электронных документов. Электронный документ результат этой услуги это всего лишь подтверждение записи в реестре. Какой смысл запись в реестре превращать в электронный документ для того, чтобы потом это куда-то пересылать? Хорошо, согласен. А если результатом конструктивной слухи является не наличие записи в реестре, а создание новой информации, которая должна быть тоже юридически значима. мы должны посмотреть на то, что это запись. Не бывает чего-то при записи в государственной системе. Нет, ну вы понимаете о чем я говорю. То есть создается какая-то сейчас, как это работает, на основании какого-то документа чиновник принимает решение и создает документ другой, который выдается для предоставления его другому органу. Если такую ситуацию мы сохраняем, значит должен быть создан некий реестр, который позволяет занести эту новую информацию, которую мы создали. И она должна быть юридически значимой. значит этот реестр, тот реток, о котором вы говорите, строка, должна быть тоже подписана. Правильно? Или вы гарантируете, что целостность этого есть? Зачем? Ну, то есть у нас речь идет на самом деле о доверительной среде. Вчера Козлов Юрий Николаевич рассказывал нам про ДЦП соответствующее. Я могу привести пример например земельного катастрора. Ну, в самом деле. А как мы доверяем эту информацию? В основании чего заключаются какие-то дальнейшие пророчества? Объясняем. В законе предоставленный катастро сказано, что катастро не является первой информацией. Он является первой информацией. Он является инструментом. И до сих пор выдаются документы. Смотрите, когда вы зайдете к Наталью заставляют что-то сделать. Вы передаете и берете вытек. Вытек. Документ. Вот раньше мы брали вытек, который получал в бумажном виде, который подтверждение наличия записи в земельном катастро. Правильно? Правильно. А как формулируется запись в земельном катастро? Это является отличной информацией. Как сейчас будет это организовано? Он приносит определенные документы. земельный регистратор. На основании этих документов заявление документов информированную земельную справу, которую подписывает своим траектором цифровой подписью. Практически каждое земельное участок, которое сегодня есть в кадарстве, это порядка 15 миллионов. По каждому участку есть земельная книга, которая подписана цифровой подписью, соответствующей земельным регистратором. на основании земельной справы по сути насуществляется дальнейшим улучшением. Просто что выделено сегодня в электронной форме, вам не надо получать эту бумажку, а нотариус может путем запроса земельных адапт просто подтвердить информацию. Документы не формируются электронными. Если все было хорошо, у нас не было исковых заявлений в суде, и пересмотры этих вопросов на основании других документов. Мы говорим о том, что в реестре есть ошибки, безусловно. И в реестре это все выставка не состоится. Так вот мой вопрос. Я согласен, что реестр, можно его представить, такие формы документов есть, как один документ. Книга записи состояния является тоже документом. Журнал регистрации документов, например, электронные, он тоже является документом. Один журнал, один документ. Почему по реестру не быть документом? Не вы против. Но каждая запись на чем-то там подтверждена, кто-то несет ответственность о внесении этой записи. Конечно, несет. Каким образом? Вы располагаете, это будет сделано. По каждому базовому реестру языком, который определяет и ответственность регистратора решения. Я не могу ответить. Но смотрите, есть ли мы говорим о том, как было, или о том, как должно быть? Как должно быть, по вашему мнению. И по моему мнению, и по опыту любой стороны, которая реализовала подобные подходы, результатом является не формирование некого документа, который потом гуляет. А результатом оказания услуги является новая запись реестра, которая абсолютно может быть обрабатываться. Вы не совсем это понимаете. Смотрите, запись в реестре, когда ее будет обрабатывать совершенно другой человек, который не создавал этой записи. Как он будет доверять тем данным, которые туда внесены? Как можно проверить, если не достоверные данные? Кто за это отвечает? Как это можно проверить? Уполномоченные лица внесения этой информации? Конечно, нет. Но это записано в каждом законе. Я понимаю, почему мы не можем эти данные подписывать, сделать это? Я перевел пример измененного кадастра, потому что данные тут вписываются. вы только один кадастра. Мы говорим сейчас об админу службах. Переходим от этого вопроса. Там у вас используется ЭЦБА? У нас где? Мы говорим о том, что... На вашем веб-сайте, где вы... А веб-сайт это просто подача документов. Секунду, еще раз мы возвращаемся. Я понимаю, что есть у всех есть свои реестры, но мы же говорим о системе общей. У человека будет один документ. Значит, система должна работать оптимизированно одинаково. Понимаете? А не просто так, что там у нас так, а здесь так. Вот тут и в этом архиве. Если нет документов в архиве, вам никто не выдает архивную справку. Потому что человек на себя не понимает ответственности при отсутствии информации. Понимаете, о чем мы будем влечь? Я понимаю, говорить о том, что не все реестры на сегодня работают правильно и с належащим уровня доверия. Понятно. Да, мы говорим о том, что… А планы по приведению уровня доверия в соответствии состояния есть? Конечно, есть, но это вопрос разный. Опять, с каждым реестром надо по-разному подходить, исходя из его чуть выше уровня готовности. Я привел примеры, как это должно быть, но, естественно, в большинстве реестров это еще не так. Ну, это общий подход выработан на какой-то надоборот. Ну, мы будем его довязывать. Все как-то так. Спасибо. Да, еще касательно особистого кабинета, чтобы не было никаких неправильных недопониманий, скажем так. Особистый кабинет человека – это кабинет, через который он заказывает услугу. Там не хранятся какие-то отдельные куски реестров. Это вот, считайте, как ваш электронный ящик. То есть, вы зашли на портал, вы один раз ввели все свои данные персональные, и вы имеете свой кабинет. В этом кабинете через него вы заказываете из списка реестров услуг, какую-то услугу. Допустим, вы хотите зарегистрировать бизнес. Вы выбираете регистрацию бизнесу, та подает свою заявку, так запомнивает эти формы. И заявка прошла. Приложили, если нужно, какие-то документы. Если это информация, информация, которая нужна менюсту, для выдачи вам потом этого свидетельства про рестратину отлично особо, там, статистика и так дальше, вся информация, которая нужна, они сами обращаются во все органы, получая подтверждение и получая информацию о вас. И они формируют одно свидетельство, и вам его пересылают как ваш особый кабинет. То есть, вы в этом вообще не должны принимать никакого участия, поскольку для этого создана система взаимодействия между реестрами, в этом же ее и суть, чтобы вы, как человек, не бегали в статистику, не бегали в какую-то там жерк за формой, 4 ОПП, там, не знаю, еще какая-то форма, которую, там, вам нужно еще на семей предоставить, или еще о чем-то в выставках на счетах. То есть, вы не должны этого ничего делать, если вы хотите банки подвязать. Ну, это идеальная картинка. Но ваши наставы станки гнити, после того, как вы зарегистрируете бизнес, будет эта лицензия. То есть, будут документы, которые вы уже получили. Ваши документы. Ваши документы. Ваши. Нет, не документы. Нет. Нет. Информация о том, что результатов. Ну, не документы. Документ не Ilftitte. Тогда возвращаемся к моему вопросу. Может, правомочие на điều мы должны построить? Нет. Если документ, как результат, не condiciones, появляются запись в реестр, а в кабинет приходит информация о результате. не результат или документ, а информация, а результаты. Понятно. То есть тогда нужно разобраться с тем, что не приходит, приходит информация. Тогда вопрос, который я задавал, остается открытым, потому что задача вашего агентства и всех, кто здесь присутствует, построить так называемое доверительное пространство, потому что если мы хотим, чтобы граждане этому доверяли, пример очень простой. Меня останавливает процесс и на дороге, берет мобильный телефон. Ну, так было раньше, и обращается с мобильного телефона в базу данных ГЭИ. И начинает мне компенсировать голову, чтобы я там что-то не заплачу. У меня начинается проблема. Когда мы разбираемся в итоге, мне говорят, бой, но я не доверяю этой системе, потому что я потерял огромное количество времени, и мне бой недостаточно. А оказывается, что у меня все в порядке. То есть вы, чтобы каждый результат заканчивался бумагой, вы купите все бумаги. Нет, 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 это не обязательно. Это не обязательно. Я за то, чтобы если ГЭИ-шник потратил, или там, полицейский мое время, то пусть из него вычтут за мое время. Нет, ну это мы уже совсем переходим к вопросу. Смотрите, как это решается вирусом? То есть понятно, что, если мы берем пример правоохранительных органов, то они имеют доступ к реестру и могут по вам давлять всю информацию. Но вам тоже предоставляется такая возможность. То есть главная первая услуга, которая реализуется в Европе, это возможность гражданина проверить свои персональные данные в разных реестрах. И через этот кабинет он может только по себе посмотреть, а чем я владею, а что у меня земельным участком, и все остальное. Вы этой информацией всегда владеете, вы можете тоже это проверить. А вопрос в том, что эта строка должна быть подписана цифровой подписью того полномочного лица, который носил эту запись, это, естественно, вопросом все-таки направленный. И в местных реестрах государственных он реализован. В некоторых нет и должен быть реализован и доведен до ума. Правильно? Ну, вы согласны за нами? Для этого должна быть построена серьезная инфраструктура. Безусловно. Потому что, когда вы говорите о других странах, то в Эстонии полицейский вставляет в свой ноутбук, которым оборудована его машина, ID-карп. И не требует ни права, ни тех классов. Конечно. А когда он платит за коммунальные услуги, он вводит только сумму, которую нужно отправить, и накладывает подпись. Ну, вы же тоже к этому идем, правильно? Ну, и все, давайте на это и заплачем. А я заканчиваю. Можно я вам что-то скажу?